василий александрович мы сегодня обсуждаем с вами рост цен на продукты можно ли сказать что вот этот скачок рост цен на бензин он сейчас очень сильно повлиял на ценник продовольственный уже теперь в регионах а нет конечно еще не повлиял потому что это было недавно такой рост скачок цен и еще не успел он отразится на повышение цен на переработку на доставку на все вот это дело в ближайшие где-то две-три недели мы почувствуем рост цен на дизельное топливо и гсм всю следующую мы это почувствуем конечно будет еще рост цен на продовольствие я депутат от алтайского края и вот хочу проинформировать что происходит в моем регионе от которого я избрана алтайский край это у нас житница да житница нашей страны это сельскохозяйственный регион где производится сельхозпродукция растеневодство животноводство и вот этот вопиющий фактор роста причем при посевной при посевной озимых и уборке зерновых культур в августе и в сентябре месяце на мой взгляд это вообще просто во первых это нонсенс хотя ничего в общем-то при капитализме ничего нового нет но вот сейчас два дня мы сегодня вчера и сегодня мы обсуждаем как раз государственной думе что же все-таки произошло вчера был замминистра энергетики с докладом пояснял что происходит сегодня комитет докладывал в итоге что мы слышим от чиновников они говорят о том что серые схемы участвуют что происходят спекулятивные купли-продажи что почему-то у нас оптовый рынок топлива в два раза превышает розницу вот это все вот как назвать причем рост цен произошел не в мае не в апреле именно в августе когда происходит уборочная действительно это очень большая проблема она ощутимо для граждан наложили сразу несколько факторов и проблемы с топливом его резкое удорожание и обесценивание нашей национальной валюты в целом бездумная политика которая проводит федеральная в первую очередь власть она конечно лежит в основе того что сегодня творится с ценами люди понимают к сожалению что это не конечная значит стадия что цены будут расти дальше это создает в целом да такую тревожность населения надеюсь что это вырастет какую-то оценку да что у этой проблемы есть фамилия имя отчество да есть конкретная партия которая свою политику реализовала что она именно так вот собственно для нас явилась я скажу другое что мы привыкнем очень быстро нас все устроит устроит имеется ввиду широкого потребителя василь санч все в россии всех устраивает повышение цен я думаю что если бы хоть один-два года цены не повысились то вышли бы миллионы людей за отставку путина а так стабильно растут чем всем нравится вы считаете что люди это одобрят в конечном итоге конечно у нас все-все одобрит все что делает правительство нас все одобряет нам говорят что вот в течение двух дней происходит спад роста цен условно цены стабилизируются но это еще надо всего проверить друзья вот хочу очень в комментариях напишите пожалуйста все таки произошел спад и дефицит топлива или нет но непонятно почему министерство в августе в сентябре почему это все вот на почти два месяца на это уходит для стабилизации ситуации вот в советское время мне кажется если бы такая вопиющая ситуация происходила я думаю но не один бы чиновник уже просто своего места и чиновник руководитель кто бы ответственный был за это своего бы места наверное уже лишились а здесь вот нам докладывают про какие-то серые спекулятивные схемы и в общем то понимаете кто-то у меня так думаю уже за этот период с августа там по сентябре уже наверное нажился я так полагаю кто-то получил свои условные там дивиденды за это а сельхозпроизводители в том числе и в алтайском крае бедолаги у которых значит ну вот основное это основная основной доход в алтайском крае большей степени значит они получаются вот с такой проблемой сталкиваются уже второй месяц сейчас вот в связи с таким скачком цен и на продукты и на бензин все-таки какова низовая реакция в том плане что люди пытаются как-то к этому адаптироваться опять пытаются во всяком случае адаптироваться либо все-таки зреет недовольство как на ваш взгляд слушайте ну понятно да что человек пытается привыкнуть ко всему верить во что-то лучше искать какие-то оправдания своему бездействию да в этом принципе суть любой мещарской политики и мировоззрения люди пока еще могут потерпеть в долг в кредит ветхом аварийном жилье на пальмовом масле они могут накормить своих детей но то что происходит сегодня в россии те тренды тенденции которые мы сегодня наблюдаем и фиксируем они говорят о том что это закончится достаточно скоро вот это сладкое чувство махнуть на все рукой условиях когда нечем кормить свою семью у гражданина появятся другие совершенно противоположные идеи в голове потребительские возможности действительно сейчас у большей части россиян сужаются но в то же время правительство и президент пытаются как-то успокоить говорят мол дескать сейчас все стабилизируется инфляция будет не такой большой мы сейчас даже не обсуждаем можно ли этому верить или нет мы сейчас можем порассуждать на тему того что само правительство верит ли в то что оно может как-то повлиять на нынешнюю ситуацию с ценами слушайте когда мы говорим о проблеме или о тезисе эффективности работы власти мы должны в первую очередь смотреть о классовых интересах с точки зрения интересов населения конечно правительство работает неэффективно а с точки зрения интереса правящего класса интересов navegan от их людей миллиардеров олигарх она очень себе даже эффективно посмотрите за последние 30 лет насколько они разбогатели насколько они в правах и свободах прибавили насколько у греотинные классы подавленный насколько наступление свободе слова эти честные выборы эффективно произошло в нашей стране поэтому с точки зрения элит власти вполне себе реализуют те задачи, которые перед ними стоят. Другой вопрос, что дальше слов в отношении собственных граждан власти не идет. Вот эти разговоры «все будет хорошо», это просто попытка, я не знаю, «мертвом припарке». Другого примера не назовешь. Представляете, больной, которому поставили страшный диагноз, онкология, например, вместо того, чтобы лечить, вместо того, чтобы эту болезнь победить, которая убивает каждый день, ему говорят «все нормально», «все хорошо», «все пройдет», «все это просто страшный сон». А страна-то вымирает, миллионами вымирает, и этот курс угрожает целостности нашей страны. Вот что сегодня нам нужно донести до каждого гражданина. А федеральная власть, вот вы же понимаете, что цена на ГСМ поднялась не потому, что это поднялась цена, а потому, что надо убежать деньги. Чем больше цена, тем больше убежать и денег. Ведь нам же чутко это объяснил и президент, и все члены правительства, что надо либо обрушить рубль обрушить, чтобы доллар был 150 рублей, тогда представьте себе, что с каждого доллара добавится еще 53 рубля сейчас. Очень хорошо, поэтому ожидайте, в последующем ожидайте еще падение цены рубля, потому что чем доллар дороже, тем в бюджете Российской Федерации больше денег. Да, это сказывается на всех ценах, в том числе и на продовольствие, и на все, но видите ли, как бы интерес безопасности государства в целом, государства и всех чиновников превышает какие-либо заботы о жизни людей, населения. Если бы только у нас касалось продовольствия, дорогие мои друзья, соотечественники, у нас растет жилищный фонд аварийный. При всех тех позициях, при всем мы же это имеем. Мы имеем небывалые падения рождаемости и в целом народу населения России. Мы с вами сегодня имеем замещение, будем говорить, коренных людей населения, единственная надежда на мигрантов. Мы уже не в состоянии восстановиться даже. То есть это и есть результат правления. Вот я читаю периодические издания Алтайского края. Цены выросли не только на топливо. И как следствие этого цены выросли и на хлеб, цены выросли и на курятину. Сейчас поясню, почему. В том числе с ростом бензина, что при топлива, дистоплива, бензина, что в итоге в Алтайском крае происходит. Вот из-за санкций, из-за санкций по зерновым сделкам происходят сейчас проблемы с экспортом зерна. Мы это наблюдали и в том году не могли продать. То есть колоссальный урожай вывезти не можем, продать на экспорт не можем. Мы знаем, что частично Казахстан смог на этом получить определенную маржу, назовем так, перекупая зерно в Алтайском крае, там по дешевой цене и по более дорогой ее продавая в Китай. В итоге получается, что капиталист, он в любом случае при рыночной экономике он должен получить прибыль. Это его закон капитализма. Если он не получает при экспорте зерна, где он эту прибыль может получить? Конечно же, ответ это на внутреннем потреблении. Поэтому вот еще такой фактор роста это, конечно, проблемы с экспортом зерна. Мы знаем, что в этом году происходит девальвация рубля. У нас пестициды, гербициды, средства защиты растений. Я хочу сказать, даже зерно и даже я прочитала в СМИ инкубаторские яйца все закупаются за границей. И мы понимаем, что обесценение рубля, конечно, приводит к росту цен на внутреннем рынке, рост цен для потребителя. Слушайте, время показывает, что оппозиция, коммунисты, я в том числе, та риторика, которую мы озвучим, это риторика абсолютно правильная. И та социально-экономическая политика, которая осуществляет власть, это политика геноцида. Мы видим, как наша страна сегодня в прямом смысле слова вымирает. То есть власти вот эту нагрузку, нагрунт снижает каждый день. Опять же, социально-экономическими реформами, тема продуктовой корзины или минимального размера оплаты труда, пенсии, неэквивалентной индексации относительно того, что реально мы видим в магазинах, на прилавках, на ценниках. Это, собственно, лежит в основе нищеты, и как следствие у нас падает рождаемость и ускоряется смертность. Вот, собственно, что мы видим на протяжении последнего, особенно, периода времени. Что касается того, что вот это бытие должно сформировать сознание. Этот процесс, он неизбежен, он объективен, он происходит. Может быть, не так стремительно, как нам этого хотелось бы. Понятно, что на другой чаше весов лежат мерзкие и лживые пропагандистские задачи, которые стоят перед телевизором, какими-то государственными СМИ, которые должны отвлечь общественное мнение внимания на Америку или на замерзающую Европу. Власть пытается сохранить за собой те ресурсы, те богатства и положения, которые она имеет. Но вот это материальное бытие, оно все равно сформирует именно то сознание, которое у гражданина должно в голове его сознание торжествовать. Почему? Потому что доведенные до отчаяния нищие, бесправные люди, не имеющие уверенности в завтрашнем дне, столкнувшись с вызовом, с кризисом, а он зреет день ото дня, они, естественно, будут вынуждены задаться вопросом, а кто в этом во всем виноват. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА